Здравствуйте! 24 июля 1980 год. Олимпиада в Москве в самом разгаре, в том числе и турнир ватераполистов. Через пять дней станут известны обладатели золотых, серебряных и бронзовых наград Олимпийских игр. Ну а пока отношения предстоит выяснить сборным Советского Союза и Венгрии. Пожалуй, двум командам, которых по ходу турнира называли основными претендентами на золото. Звучат фанфары и две сборные выстраиваются на бортике бассейна. Традиционная церемония представления перед каждой игрой. Венгрии прекрасно понимали, что от этой игры зависит очень-очень многое. В принципе, наверное, то же самое представили у себя в головах и нашего трополиста. Ведь победитель этого матча получал очень важные для два очка в плане борьбы за награды Московской Олимпиады. Венгрии в 1976 году в Монреале выиграли золото Олимпийских игр и семь человек из того состава спустя четыре года вновь оспаривают Олимпийские медали. Состав сборной Советского Союза на ваших экранах. Первый номер Евгений Шаронов, АЗЛК Москва. Второй вратарь Вячеслав Собченко, ЦСК ВМФ. Второй номер Сергей Котенко, Динамо Алмата. Третий Владимир Акимов, ЦСК ВМФ. Четвертый Евгений Гришин, Динамо Москва. Номер пять Майд Рисман, Московский государственный университет. Номер шестой капитан команды Александр Кабанов, ЦСК ВМФ. Номер седьмой Алексей Баркалов, воспитанник Харьковского. Номер восьмой, Динамо, ну а впоследствии защищавший цвета Динамо Киевского. Номер восьмой Иркин Шагаев, Мехнат Ташкент. Номер девятый Георгий Мишвенирадзе. Вот он на ваших экранах, Динамо Москва. И десятый номер Михаил Иванов, одноклубник Георгий Мишвенирадзе и Евгения Гришина. Наставник команды Борис Попов и его помощник Вячеслав Скок. Тренеры команды Борис Попов, Вячеслав Скок. Жарко в Москве, и поэтому зрители на трибунах, не стесняясь, предпочитают и смотреть матч, и загорать. Сборная Венгрии, воротать команды Энгерой Мольнар. Один из состава золотой Монреальской Олимпиады. Иштон Сибаш, младший, замечу. Дьорг Герендаш, номер два, капитан команды Атилу Шудер, номер три. Четвертый Дьорг Герендаш, пятый Дьорг Хоркаи, шестой Габар Чапо. Седьмой номер Иштван Киш. Восьмой, еще один Иштван Удварти. Девятый номер Лас Лакун. Десятый, Томаш Фарага. И одиннадцатый, Габар Хауслер. Капитан команды Иштван Сибаш. Возглавляет сборную Венгрии легендарный Дьорчи Дьярмати. Обладатель пяти олимпийских наград, трех золотых. Одной бронзовой и одной серебряной. Судьи на ваших экранах, главные рефереи, которые будут работать с флажками, Альберто Капуани из Италии и Дональд Ньюбольд, Великобритания. Боковые рефереи Евгению Асенсио, Испания и Вальтер Петрасович, Австрия. Итак, официальная церемония осталась позади. Скамейка запасных нашей команды. Которая на предварительном этапе у себя в группе одержала победы во всех четырех поединках. Ну, коротко, пока есть время о схеме проведения олимпийского турнира. Двенадцать команд на предварительном первом групповом этапе были разбиты на три группы. И впоследствии две лучших продолжали борьбу за медали из каждой четверки. Ну, а те, кто занимал третье и четвертое места, распределяли позиции седьмого по двенадцатую. Спринт к центру поля остался за Георгием Хоркой, который на какое-то мгновение опередил Иркина Шагаева. И в атаке сборной Венгрии. Гериндаш с мещом, пас вперед. Небольшой экскурс правило. По тому времени центральному добдающему столбу давали даже свободный, без мяча. Опасный браслок, очень Хоркой, но надежно играет Евгений Шаронов. А защитник, который опекал столба, обязан был после двух свободных поменяться с партнером по команде. Иначе следовало удаление. Жестко идет борьба там в центре поля. Но пас уже от Сергея Котенко следует на Михаила Иванова. Тот ждет, когда хотя бы освободится на мгновение Алексей Баркалов. Что он и делает. Все-таки уплыв на полкорпус от Иштвана Сиваша, но, к сожалению, забить. Но в этом моменте Алексею Баркалову не удалось. Его удар парировал Эндрю Мольнер. Хоркой на правом фланге. Гериндаш. Зонная защита в исполнении сборной Советского Союза. Бросок. Тамаша Фарага мимо ворот. Передача Евгения Шаронова на левый фланг. Ну, а здесь, похоже, нарушение правил. Со стороны кого-то из венгерских ватерполистов. Из воды удален Иштван Сиваш. Иштван Сиваш. Удаляется на 45 секунд. Тогда игрок, нарушивший правила, отбывал наказание именно в этот временной отрезок. А команда в атаке владела мячом 35 секунд. Активно пытаются венгры защищаться в движении. Акимов на Баркалова и передача на Кабанова. Счет в матче открыт. 1-0 сборная Советского Союза выходит вперед. Молодцы, молодцы. Звучит с трибун. Но в Лужниках, где проходит этот матч, есть и болельщики сборной Венгрии. Причем не в малочисленном количестве. Пока без замен в игре. Свободный без мяча. Получает Сиваш. Отдает мяч назад. Надо Владимиру Акимову меняться. Что он и делает. И мощный бросок. Герендаша. Похоже, не ожидал его Евгений Шаронов. Под перекладину. Дьордж Герендаш номер четвертый. Четыре года назад на Олимпиаде в Мандринале Дьордж Герендаш в основном наблюдал матчи своей национальной сборной со скамеечки запасных. Ну а в Москве он уже один из основных игроков команды. Алексей Баркалов, который также играл на неудачной для нас Олимпиаде в Монреале. Во всех отношениях эти сборные Советского Союза заняла только восьмое место. Бросок Лакимова. Мяч попадает в штангу. Ну а если еще углубиться в историю, то можно вспомнить, что Евгений Баркалов вместе с Александром Кабановым и Вячеславом Собченко побеждали на Монреале на Олимпиаде в Мюнхене. Удаление в нашей команде и не успевает Евгений Баркалов за Томашем Фарага. Вынужден был остановить его с нарушением правил. Численное преимущество у венгров. Хоркай. Нофин с мячом. Бросок. Мяч попадает в блок. В руку Владимира Акимова. Хоркай. Фарагу. Герендаш. Передача. На ближнюю штангу. Откуда в одно касание пытался пробить. Это был Иштван Киш. А здесь момент, честно говоря, непонятный, потому что рефери из Великобритании такое впечатление, что удалил нашего игрока. Небольшая неразбериха. Сергей Котенко тоже недоуменно посматривает, что же там случилось. Вынужден он, как и вся сборная России, возвращаться назад. Венгл с мячом и вновь они не в атаке. Хоркай. А у нас опять на одного игрока меньше. Но, по всей видимости, видимо, не истекли те 45 секунд, отведенные на удаление. Бросок Герендаша. И на сей раз он обводит блок, который ставил ему Александр Кабанов, отвечавший вот в этой ситуации как раз за ту часть ворот, куда и влетел мяч. Дважды подряд у венгров отличился их четвертый номер. Дичи Дьярмати присаживается на скамейщику запасных. Так теперь минимальное преимущество у венгерской сборной. Владимир Акимов. С мячом. Кабанов. Пас вперед. Чуть было, где Герендаш мяч не перехватил, но раньше раздался свисток. И фол в атаке фиксирует этот итальянский рефери со стороны кого-то из российских, советских авторполистов. Хоркаи. Очень опасная ситуация. Хорошо, что Хоркаи затянул с передачи, успевает переместиться. Евгений Шаронов и парирует этот бросок. Ситуация была для нас очень и очень неприятной. Атенка. Удаление. Там шла дуэль между Александром Кабановым и Габаром Чапо. Которого ни с кем нельзя спутать. Хотя бы по той простой причине, что он играет в шапочке без наушников. К сожалению, в то время на этого габаритного игрока, на его голову, материала не находилось, видимо. Катенка. Остался один Кабанов, но Сергей, наверное, уже не видел его. Вновь Катенко смещен. Пас на Шагаева. И тот успевает переправить мяч в дальний от Мольдера угол ворот. 2-2. Борис Попов, который за год до Олимпиады возглавил национальную сборную. Ну, после неудачи в Монреале сначала сборную Советского Союза тренировал Леонид Васипов, Владимир Семенов. Ну вот, потом команду принял Борис Попов, который до этого возглавил молодежную сборную. И, кстати, многие из его подопечных по молодежной сборной сейчас играют во взрослой команде. Сиваш против Акимова. Нужно Владимиру меняться местами. Бросок. Хоркой. Не успевает Евгений Шаронов доплыть до мяча, который касается лицевой линии. Остается у венгров. Спешит там Хоркой сыграть угловой, но так на удачу бросил. Надеюсь, что Сиваш ждет этого паса. 2-2 после первых пяти минут игры. Первый период. Счет ничейный. 2-2. Этот взгляд Бориса Попова, видимо, был отрезован судейскому столику по тому эпизоду, когда мы вновь были вынуждены обороняться, и когда Гериндаш забросил свой второй мяч в этом матче. Георгий Бешвенерадзе, видимо, готов поменять Михаила Иванова на позиции центрального нападающего сборной Советского Союза. Возможно, в составе произойдут у нас и другие изменения. Пока же вновь дуэль Хоркой и Шагаева к центру. Поле и на сей раз восьмой номер сборной Советского Союза оказался быстрее. Поменялись команды воротами по тем правилам. Еще одна смена произойдет между третьим и четвертым периодами. Машинерадзе с мячом ждет, пока кто-нибудь из партнеров освободится. Передача на Кабанова, тут дальше на Баркалова прессингуют венгры, причем прессингуют жестко. Вновь Машинерадзе с мячом. Вышел Кабанов ему на подмогу. Нет, не удается Георгию нанести бросок. Передача этого паса просто-напросто не видел. Не видел Георгия Машинерадзе. Пытаясь освободиться, голова была под водой и, к сожалению, мяч был потерян. Хорки и на Шудера. Тот в центр на Сиваша. Ну, броски со второй линии, это, конечно же, не коронный номер Сиваша. Но вот так он оригинально перекидывает мяч на Фарага. Чапо. Хорки. Невыгодный для нас размен против Фарага оказался Машинерадзе. И фол уже получает шудер за опасное движение головой. Акимов. И здесь у нас неточная передача. На сервис на Алексея Баркалова. Пас был резкий. И, находясь в движении, Баркалу обработать этот мяч было сложновато. Герендаш. Фух. Какой финт пытался продемонстрировать. Пройти Машинерадзе. Прекрасно понимает, что у Георгия, конечно же, не та плавательная скорость, что у него, у Герендаша. Ну, мяч перехвачен. Евгений Герешинова, амплуат центрального нападающего. Ну, а что делать, если Машинерадзе там далеко сзади? А здесь Хоркой нарушает правила против Шагаева. Нечисленное преимущество сборной Советского Союза. Кабанов. Вновь он с мячом. Акимов. Гришин. Баркалов. Кабанов. Не очень удобная позиция для броска. И вновь мяч у Кабанова. И передача на Шагаева. Венгры все-таки разварились в обороне. Задергали мы их своими передачами. И вновь, как и в предыдущем розыгрыше большинства, на завершающий бросок был выведен Иркин Шагаев. У нас по всей мести произошла замена, если... Да, Георгий Мишинерадзе. Ушел в поле и вышел Май Трисман. Сиваш с мячом. Фарагу. Вновь Сиваш. Хоркай. Шудар. Истекают 35 секунд, отведенных на атаку у венгров. Рефери показывает, откуда нужно производить. Свободный бросок. И здесь вновь в движении Фарага опережает Иркина Шагаева. Это движение по диагонали, к столбу. Очень эффектно в исполнении Фарага. Мы видели, что в первом тайме в такой же позиции на нем нарушил правила Алексей Баркалов. Сейчас Иркин Шагаев. Ну, а здесь еще одно для нас наказание. Уже в виде четырехметрового пенальти. Май Трисман хватал игрока за руку, которому летел мяч. Что по правилам делать нельзя. Герендаш. Выходит из ворот Евгений Шаранов. Арбитр пока зовет ему, что нужно занять правильное место на линии ворот. Четко исполняет четырехметровый пенальти Герендаш. Над головой Евгений Шаранова пробил. Три мяча в активе Герендаша. Все три сборной Венгрии. У нас дважды отличился Иркин Шагаев. Не еще и демокричный, а Александр Кабак. Который открыл счет в этом матче. Сейчас он сыграл свободный с центра поля. И плывет под ворота венгерской сборной. У нас функцию столба может и Алексей Баркалов исполнить. И тот же Александр Кабанов, который сейчас освободил руку из-под опеки Шудера. Сумел нанести задний. Каменационный полу технический прием, но мяч пролетел выше ворот. Форкой на Фарагу. Бросок угловой. Венгрии видно, что они не стесняются бросать 6-7 с 8 метров. Либо вот так, как сейчас это сделал Герендаш. Но на сей раз очень надежно сыграл Евгений Шаронов. Двумя руками парировал мяч. Сергей Котенко на правом фланге. Посматривает. Все время посмотрит, кому же отдать. Передача. Пас. И сейчас уже атаковал Алексей Баркалов. Его бросок пришелся в Мольнер. Хоркой не спешит. Перевод на другой фланг. На Фарага. Он играет в свою очередь в центр. На Шудера. Хоркой. Фарагу. Неожиданный бросок. И вновь Герендаш атаковал. Вот таким приемом пытался застать врасплох Евгений Шаронов. Май Трисман. И звучит сирена. После первого периода было счет 2-2. После второго 3-3. На предварительном этапе сборная Советского Союза играла с командами Италии, Швеции, Испании и во всех матчах одержала победу. Ну а сейчас боковой рефери и, соответственно, после его отмашки рефери в поле фиксирует, что раньше свистка стартовал к центру поля Иркин Шагаев и мяч таким образом передается сборной Венгрии. Она начинает третий период от наших ворот. Герендаш. Фарагу. И опять вот это диагональное движение на сей раз Шудер его делал. Но это не так эффектно и эффективно, как в исполнении Фарага. Евгений Гришин против Сивуша. Непосредственной близости около наших ворот. Вновь по Сивушу. Время поменяться. Хорка и мимо. Контратак и сборная Советского Союза. Но небольшое там преимущество Сивуш хоть и огромного роста за два метра, соответственно, и габариты весовые приличные. Это Май Трисман. Его бросок отражает Мойнер угловой. Иванов. Удаление будет в составе сборной Венгрии. И после этого удаления Сергей Катенко, если не ошибаюсь, успевает нанести точный удар до того, как ему это сделать помешали. Мяч забросил Сергей Катенко, номер второй. 4-3. Сборная Советского Союза выхода вперед. Бежит Гермати. Пытался что-то подсказать своим подопечным. Возможно, пытался кого-то заменить. Но это Венгерский комментатор, работающий на матче Московской Олимпиады. Чапо с мячом пас в центр. Герендаш успеваем его накрыть и дать пробить без помех. Алексей Баркалов учит еще одно персональное замечание. Чапо, Герендаш, Хорка и Фараго Хорка и Фараго и бросок в противоход. Видел, видел Евгений Шаронов, что не успевает закрыть блоком ближним к Неволгу Владимир Акимов именно туда делал движение, но Фараго все прекрасно прочувствовал и пробил в дальней от нашего вратаря. Потому что Фараго блистал на Монреальской Олимпиаде, став тогда самым результативным врагом. Но он на московском не так заметен. Поговарили о его конфликте с главным тренером, но вообще у этого ватерполиста своеобразный характер и вполне возможно, что имело место быть каким-то разногласием между Дьярмачей и Фараго. Чапа оттеснил Евгений Георгий Мишевинерадзо вот туда в угол поля. Не увидел мяч, но в последний момент криком его подсказали партнеры, что мяч за головой там Георгий Мишевинерадзо. Фолл в атаке. Судя по всему, да. И Фолл в атаке получил Алексей Баркалов номер седьмой советской союз. Алексей Баркалов когда это считалось третьей персональной ошибкой, мы теряем одного из своих ветеранов, чей опыт, конечно, пригодился бы в концовке этого поединка, но что поделаешь. Шесть полевых игроков, потому что это не удаление было, фолл в атаке. В равных составах команды Фараго бросок. Впевает Евгений Шаронов коснуться мяча и затем уже от перекладины он скакивает к центру поля Хорка и Герендаш вновь Хорка и Фараго свободно Сивоши Фараго Хорка и продолжает Венгра атаковать Герендаш пас пас вперед Хорка и ох мяч в перекладину и удаление судя по всему да, удаление Сивоша у нас численные преимущества бросок Хорка конечно был очень опасен Сивош номер 2 Хангария избрана Абанов Котенко Абанов Гришин Акимов Абанов Котенко Абанов Гришин и Акимов и вновь Гришин кто будет из них бросать наверное Акимов да точно в верхний угол Хорки так махнул рукой на свою оборону но большинство на трибунах аплодирует Владимию Акимову минимальное преимущество сборной Советского Союза Хорки Герендаш Чапа против Акимова под нашими воротами С помощью этих диагональных движений все время венгры пытаются пытаются взломать нашу зонную оборону Звучит сборки команды плотно Хорошая контратака может у нас получиться Кобанов персональным наказан Атила Шудар номер 3 Атила Шудар там получил персональное замечание ох какая неудачная для нас расстановка в контратаке 4 в линию Бросок Акимова пришелся в перекладину Гришин пас на Кобанова тут уже вперед на Шагаева и переход мяча в атаке Хорко его бросок сиреной возвестивший о том что позади осталась третья перерыв матча и 5-4 ворона Советского Союза впереди Две минуты паузы дабы восстановить хоть как-то силы которые были потрачены в предыдущих трех периодах ну а можно что-то выговаривать своим защитникам наверное вот за тот момент когда забивал Владимир Акимов за тот неудачно поставленный блок начинается четвертый период при минимальном преимуществе хозяев Олимпийских игр и вновь Хорко и Шагаева и мяч достается пятым номером сборной Венгрии Хараго Хорко видимо двумя столбами решает сыграть Венгрия нет уплывает на правый фланг Шудер и фол получает Сивош переход мяча Евгений Шаронов смотрит кому отдать пока все закрыты вот Михаил Иванов освободился дальше передача вперед у нас выдвигается Александр Кабанов ему передача Мольнер выходит из ворот не часто такое можно было видеть в том водном поле а здесь удаление и удаление Сивоша это его тоже третье персональное замещание так у Алексея Баркалова который до этого покинул поле за три удаления ох какая неудачная передача резкая не ждал ее Сергей Котенко посадавал Михаил Иванов обидные очень обидные потери ведь мы могли довести свое преимущество до двух мячей но еще какое-то время венгры отыграет в меньшинстве не помню что удаление игрока длится 45 секунд по тем правилам хоркой но венгры сейчас не будут форсировать события герендаш хоркой фарагу хоркой пытается там пробросить мяч себе на ход спокойнее нужно сыграть да но не таким образом удаление в нашей команде из воды удален Владимир Акимов номер 3 Советский Союз Чапом в полном составе венгерской сборной сейчас сюда под наши ворота подплывет шестой полевой игрок пока мяч у хоркой классическая расстановка 4-2 у венгров при реализации численного преимущества герендаш Чапо а нет простите это был фарага браво Евгений Шарунов Кабанов пытается сам уплыть удастся успевая сделать передачу на Иванова ох как же так Михаил как же так ведь вроде бы посмотрел по сторонам что нет никого рядом из игроков соперника совершенно он один остался можно наверное бы лицом к воротам повернуться и спокойненько вот так хладнокровно переиграть Мольнера отбивает Мольнер мяч на угловой в полном составе наша сборная Иванов на Катенко обратный пас не успевает Шудер поменяться это его третий персональный фол на Иванове и пенальти назначается ворота да пенальти ворота венгерской сборной кто у нас будет бить мяча пока Евгений Гришин здесь же рядом Сергей Катенко Мольнер само спокойствие решил еще и мяч забрать ну повисеть на нем у Шудера это третье удаление это персональные замечания Евгений Гришин с мячом Мольнер нервирует нервирует нашего игрока ох какой хитрюк это Мольнер а когда он до свистка вышел из ворот показал что будет перекрывать верхнюю часть ворот ждать именно туда бросок Евгения Гришина четырехметровой отметки ну а потом при исполнении пенальти вы прекрасно все видели Мольнер раскрылся вниз по-прежнему минимальное преимущество сборной Советского Союза два выгоднейших момента мы упустили сначала Михаил Иванов оказавшись один на один не сумел поиграть Мольнер а вот затем сейчас венгерский воротарь парировал пенальти в исполнении Евгения Гришина ну а здесь уже пенальти назначается в наши ворота Владимир Акимов номер третий Чапа переиграл в единоборстве Владимира Акимова один в один Мико Венгров пенальти будет исполнять Фарада в общем удивительно что не Герендаш бросок Фарада и у него дрогнули дрогнули нервы десятого номера венгерской сборной попадает он в перекладину после отскока мяч достается советским мотрополистам Гришин удаление удаление Хоркой который показывает что якобы здесь была симуляция стороны нашего игрока судья придерживается иного мнения Акимов Гришинов бросок но это все эмоции это эмоции уж очень хотелось видимо Евгению Гришину реабилитироваться за ту неудачу минуты ранее когда он не сумел резать четырехметровый в принципе по ситуации это бил правильно и видел перед собой свободный угол вот жаль только попал в штангу венгеры в меньшинстве будут еще играть причем играть минимум 25 секунд играли бы если бы мы не перехватили этот мяч выход один на один Александра Кабанова ой-ой-ой последний момент выходит из ворот Мольнар еда есть от чего схватиться Борису Попову за голову три реальнейших момента реальнейших дабы забросить мяч ворота венгерской сборной все три мы транжирим ну в общем-то и венгры вспомнил мы забили четырехметровый пошла последняя минута игры последняя минута игры коркой пас вперед Чапо пас в заднюю линию удаление удаление Эркина Шагаева рефер из Италии Альберто Капуани удаляет на 45 секунд ну и практически нам вплоть до финальной сирены придется играть в меньшинстве венгеры не торопятся пока без угрозы так между собой перекидывают мяч Чапо на Хоркой Фарага Хоркой для Шудера передача высокая Фарага бросок парил и бросок Фарага Евгений Шаронов мы по прежнему меньшинстве Жарко и на трибунах Жарко и в воде Чапо Хоркой Фарага Хоркой Герендаш Фарага успевает успевает из нижнего угла достать мяч Евгений Шаронов и на трибунах ликование ликование и на бортике станет нашей команды благодарят соперники друг друга за этот поединок в котором сборная Советского Союза одержала победу над командой Венгрии с очетом 5-4 в общем-то можно сказать ключевом матче Олимпийских игр легко помет радость наших ребят и хотя впереди еще будут четыре игры в том числе из очень сильной команды Югославии но тем не менее сегодняшний успех он во всех отношениях дорогого стоит мы обыграли Олимпийских чемпионов и даже пусть Евгений Гришин не забил пенальти и не использовал еще один очень выгодный момент тем не менее победа все равно осталась за нашими ватерполистами 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 Продолжение следует...